Добрый вечер! 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 Разрешение от местных исполнительных органов. Кто-то находится вообще без регистрации, к тому же еще и осуществляет трудовую деятельность без разрешения. Есть, которые зарегистрировались, все как по правилам, временная регистрация, цель приезда частная. Однако, не получив разрешения на осуществление трудовой деятельности, работают, в ходе чего привлекаются к административной ответственности. К слову, к ответственности привлекаются не только мигранты, осуществляющие незаконную трудовую деятельность. Работодатель, принявший иностранного гражданина, также привлекается к ответственности по статье 519 административного кодекса. За нелегальное использование иностранной рабочей силы было оштрафовано 30 семичан. Допустим, если физическое лицо, штраф порядка 30 МРП. Если же индивидуальный предприниматель, юридическое лицо, штраф 100 МРП. У нас одно физическое лицо может привлечь на работу до пяти иностранцев. То есть, ему необходимо, как он пригласил иностранного гражданина на работу, допустим, гражданина Узбекистана, обращается в отдел миграционной службы. В течение пяти суток со дня его пересечения необходимо, чтобы он явился на регистрацию. За первый месяц нового 2019 года миграционной полиции уже привлечено к ответственности 15 иностранцев, которые работали и получали заработную плату, не оплачивая положенные законом налоги. Есть и те, кто ранее был выдворен из страны за различные правонарушения, но решил остаться на нелегальном положении. За данное преступление было привлечено семь иностранцев. Уголовные дела были направлены в суд номер два города семьи, где были приняты решения в виде штрафа с выдворением за пределы Республики Казахстан. На сегодняшний день эти семь граждан были путем сопровождения выдавлены за пределы Республики Казахстан. Мир и стабильность в Казахстане являются главными причинами, по которым наши бывшие соотечественники, ранее поменявшие гражданство, хотят вернуться сюда. За прошлый год с заявлением о предоставлении вида на жительство в отдел миграционной службы города семей обратилось 148 человек. С заявлением обратились 148 иностранных граждан, из них 64 граждан России, Таджикистан 19, КНР 3, Моголия 7, Азербайджан, Узбекистан, Армения, Кыргызстан, также есть Афганистан, Белоруссия и Украина. Сотрудники миграционной службы отмечают, что согласно плану мероприятий в семье продолжатся оперативно-профилактические рейды, целью которых является выявление нелегальных мигрантов и граждан Казахстана, незаконно предоставляющих работу. Сама Секенов Ельжан Макзумов, телеканал «Семей». Известному публицисту, журналисту, нашему земляку, Кабидоле Шутанову, исполнилось 80 лет. С круглой датой юбиляра поздравила заместитель Акима города Надежда Шарова и секретарь городского маслехата Бесенбек Акжалов. Честование ветерана-журналиста и писателя состоялось в присутствии директора телеканала «Семей» Хасена Молдабаева, представителей интеллигенции города и бывших коллег Кабидолу Шутанова, которым довелось с ним работать. Кабидолу Шутанович в разные годы проработал журналистом, идеологом, государственным служащим и переводчиком. Его общий трудовой стаж составляет 53 года. На каждой из пяти отработанных должностей Кабидолу Шутанович добивался определенных достижений. Отметим, что 24 года он проработал в газете «Семей Таны», 15 лет в городском отделе образования. Помимо этого Кабидолу Шутанович трудился в областном партийном комитете, областном Маслихате, а также три года в областном телерадиокомитете в должности председателя. В то время произошло техническое обновление. С техникой было очень сложно. Таких камер, как сейчас, в то время не было. И вот однажды мы приобрели передвижную станцию. Она могла передвигаться только в пределах города. Но и это было большим прогрессом для нас. «Семейское телевидение» является одним из старейших в республике, поэтому его ни в коем случае нельзя терять. Ему нужно уделять внимание. Я желаю «Семейскому телевидению» дальнейшего процветания и роста. В самое трудное время в газете занимались переводами. Можно сказать, состояли у источников становления государственного языка. Все это говорит о том, что вы неравнодушный человек. Вы прежде всего патриот своей малой родины, своей страны, в большом смысле образцов. И я уверена, что наша молодежь, наше подрастающее поколение должны пример брать именно с тех, кто живет рядом. С таких людей, которые стояли у истоков создания, может быть, развития нашего государства. В статье «Семь грани великой степи» президент отмечает, что Алтай – колыбель тюркского народа. Алтай имеет большое значение для истории казахов и других народов Евразии. Испокон веков эти величественные горы не просто украшали земли Казахстана, но и являлись колыбелью тюрков. Недавно глава государства издал приказ о переименовании Зыряновского района и города Зырянов в Алтай. Это дань уважения нашей истории, говорят общественники. Как отметил глава области, переименование Зыряновского района в Алтай является признаком понимания и уважения к нашей истории народов, которые проживают на нашей земле. Это говорит о том, что все мы живем дружно. В последние годы в стране увеличилось количество семей, которые хотят взять детей-сирот. Этому в немало степени способствует упрощение процедур и применение различных способов усыновления ребенка. Благодаря этому закрываются детские дома. Сегодня есть специальные центры, оказывающие помощь опекунам. Недавно семья Тимирхановых стала многодетной. Алтай и Марина, воспитывающие троих детей, решили взять на воспитание еще двоих. Посоветовавшись со своими взрослыми детьми, они пришли к общему согласию. Марина каждый вечер, я помню, она вечерами приходит с работы, садится за компьютер и просматривает эту базу. Ей все было интересно. Каждый кандидат просматривает. Детей всех соберем. Может быть, как вот это, как вот это. В общем, мы все давайте голосовать. Новыми членами семьи стали Ярослав и Вика. Сейчас они уже не хотят расставаться со своей новой семьей. Как говорят родители Ярослав, умный и шустрый мальчик. А Вику удочерили, взяв из Павлодарского детского дома, где ребенок с врожденными пороками был оставлен своими биологическими родителями. По словам врачей, если выполнить необходимую операцию, девочка будет вполне здорова. Моя сестренка, это, наверное, был плод моих пятилетних ожиданий, больше шестилетних. Я в десяти лет попрашивала родителей о том, чтобы у меня была сестренка. Каждый год, как родители говорили, рисовала, вешала всякие плакатики. То есть, мечтала о том, какие будут вязать платьишки, все такое. И, наконец-то, она появилась. Я полностью поддержала родителей в том плане, что они изъявили это желание действительно послужить этим детям и принять их тоже в нашу семью. Стало определенно нескучно. Центры поддержки усыновления были созданы в стране в 2016 году. Функционирует такой центр и в семье. Здесь родителям, желающим усыновить или удочерить ребенка, дают советы и рекомендации, что для этого нужно. Действует специальная школа по психологической подготовке родителей. За два года, благодаря поддержке таких центров, в Восточно-Казахстанской области семьи обрели 77 детей, в том числе 44 ребенка из города семей. Это очень трудно, когда не знаешь, как оформить усыновление. Для этого вначале опекунам надо самим понять, для чего они усыновляют ребенка и нужен ли он семье. Или же есть другой выход из ситуации. Специально для этого существует портал. Я даю советы будущим родителям посетить кабинеты в детских домах, бесплатно показывая им в течение 14 дней, как нужно общаться с детьми. Все это можно видеть через портал. В центре Жануя работает горячая линия. По номеру 1422 граждане могут получить любую консультацию. Специалисты отмечают, работа по содействию усыновлению приносит свои плоды. 10 лет назад, когда я приступил к этой должности, в детском доме на тот момент было 140 детей. На сегодняшний день у нас всего 67 детей. Естественно, идет огромное снижение. Я думаю, со временем все равно количество детей еще больше уменьшится. В Казахстане существует четыре формы усыновления. Опека, усыновление, патронат и передача ребенка в семью по соглашению. За последние четыре года 75 воспитанников детского дома номер 8 были усыновлены. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»